Привет, меня зовут Гульнас и сегодня мы поговорим снова о машинках и главным образом о том, на что способен оверлок, помимо обметывания срезов, то есть обрабатывания. Вы узнаете о том, как с легкостью любой оверлок, трехниточный, четырехниточный, может проложить роликовый шов. Не будем говорить много и перейдем сразу к делу. Для того, чтобы выполнить роликовый шов, нам необходимо будет немного настроить машинку. Необходимо отключить нож. Если вы откроете крышку слева, то сможете найти внутри деталь, на которую, если нажать, нож отойдет от лапки. Но для того, чтобы опустить нож, нам нужно убедиться в том, что иглы опущены также вниз максимально. Иглы опустили. И теперь снова нажимаем на эту деталь и свободно опускаем нож вниз. Нож опустили. И деталь также можем отпустить. Внутри вы можете найти красную розовую деталь, которая указывает, в каком режиме оверлок сейчас работает. К примеру, сейчас эта отметка стоит на букве R, то есть стандартной строчке. Нам необходимо эту отметку перевести к точке R, то есть в другую сторону, для того, чтобы машинка шила роликовым швом. Но ее просто так не переместить. Для этого необходимо также нажать деталь слева, только уже вторую, ближе к нам. И свободно можем переместить эту отметку. Но что происходит в машинке в это время? Вот здесь вы можете увидеть деталь. Тонкая узкая деталь, благодаря которой строчка получается широкой. Посмотрите на деталь, которая сейчас движется. Именно она, благодаря своему присутствию, делает строчку шире. Но если мы ее уберем, то строчка получится совсем узкой, то есть роликовый шов. Обе крышки можем закрывать. И нам остается только изменить частоту стежка стройки на букву R, на роликовый шов. Ну а дифференциал можем оставить тем же, на единичке, с которым мы обычно и шьем. Ну и что касается игл, то лучше всего заправить нитку в правую иглу, для того, чтобы строчка была как можно уже. А левую иглу можно и вовсе удалить, просто открутив ее. Также, возможно, вам необходимо будет увеличить натяжение нитей. Но вы можете попробовать прошить в том режиме, в котором натяжение уже стоит, а потом посмотреть на качество строчки и отрегулировать ее. Прикладываем край ткани, выравнивая с краем лапки, либо по отметке под лапкой. И шьем. И вот такой узкий, ровный, аккуратный роликовый шов у нас получается. И обратите внимание на нитки. Если вам кажется, что нитки натянуты недостаточно хорошо, или какая-то из нитей петляет, то это означает, что необходимо увеличить натяжение нитей. Так строчка будет еще лучше и аккуратнее. Вот и все, на этом роликовый шов готов. Он прекрасно держит свою форму, не осыпается. Она прекрасно тянется. И срезы таким образом не нуждаются в дополнительной обработке, поскольку все вполне эстетично. Разумеется, вы будете обметывать срезы, обрабатывать роликовым швом нитками в цвет, и поэтому все будет намного аккуратнее. Это все о роликовом шве на сегодня. Спасибо большое, что досмотрели видео до конца. Я желаю вам успешного дня. До встречи. Пока.